Доброе утро! Здравствуйте! Это новости на Первом канале в студии Сергей Тугушев. Итак, в центре внимания Сирии, где сегодня продолжатся поиски пилота, сбитого турецкими ВВС, российского бомбардировщика Су-24, который участвовал в операции против террористов. Оба наших летчика катапультировались. Один из них, как заявили в генштабе Минобороны, был обстрелян с земли уже боевиками и погиб, когда спускался на парашюте. Второй, предположительно, оказался на территории, занятой банформированиями. Сразу же была организована спасательная операция с привлечением вертолетов Ми-8. По ним террористы тоже открыли огонь. Одну машину они уничтожили. При этом погиб наш военнослужащий-контрактник. Остальных удалось эвакуировать. Напомню, Су-24 накануне упал на территорию Сирии в 4-х километрах от турецкой границы. Наш бомбардировщик был атакован турецким истребителем, когда возвращался на базу. Реакция президента России последовала незамедлительно и была жесткой. Владимир Путин расценил случившееся, как удар в спину, который нанесли пособники террористов. Сектор, в котором выполнял боевые задачи, российский самолет, даже западная коалиция признает как подконтрольный боевикам. Хочу подчеркнуть, что в районе действия российской авиации проводится операция сирийских правительственных войск по уничтожению бандформирований, в которых, по нашим данным, сосредоточено более тысячи боевиков-выходцев Северного Кавказа. Обращаю внимание, что никто из наших партнеров и стран, ведущих боевые действия против ИГИЛ, никогда не говорили о том, что в этом районе находятся подразделения так называемой умеренной оппозиции и что они не рекомендуют наносить удары по этому району. Напротив, эти районы известны как территории, контролируемые наиболее радикальными бандформированиями. В настоящее время Минобороны России прорабатывает дополнительные меры безопасности российской группировки в Сирии. Теперь вылеты бомбардировщиков будут прикрывать истребители. В прибрежных водах Латакия занял позицию крейсер «Москва», оснащенный системой ПВО «Форд». В Генштабе подчеркнули, что все цели, представляющие потенциальную опасность, будут уничтожаться. В свою очередь, Анкара оправдывает свои действия тем, что наш самолет якобы нарушил их воздушное пространство. Однако, по данным объективного контроля, который представили наши военные, Су-24 оставался на территории Арабской Республики. По сведениям Генштаба, пилот турецкого F-16, перед тем, как открыть огонь, даже не пытался установить контакт с нашим экипажем. Более того, сам нарушил воздушные границы Сирии. Политики и эксперты на Западе дают критические оценки агрессивным действиям Турции. Так, вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль назвал о поведении Анкары непредсказуемым, отметив, что именно она более всех нагнетает напряженность в и так нестабильном регионе. Бывший заместитель начальника штаба американских ВВС генерал Томас Маккинерни заявил, что турки совершили грубую ошибку, и у них не было оснований атаковать российский Су-24. Изучив данные радара, генерал пришел к выводу, что бомбардировщик не совершал враждебных маневров. А коллега Маккинерни, бывший командующий силами НАТО в Европе, генерал Уэсли Кларк, высказался о наиболее вероятных причинах турецкой агрессии. Все время было впечатление, что Турция каким-то образом поддерживает исламское государство. Турки хорошо обходились с теми, кто ехал через их страну в ИГИЛ. Ведь кто-то покупает нефть, которую продает ИГИЛ. Она уходит какими-то путями. Возможно, она идет через Турцию, но Анкара этого никогда не признавала. Росавиация сообщила об усилении мер безопасности на российских авиалиниях при полетах в Турцию. Как пояснили в ведомстве, механизм был разработан еще на минувшей неделе, но обнародован сейчас в свете последних событий. Меры включают более тщательный досмотр пассажиров и багажа, а также увеличение состава экипажа за счет сотрудников служб безопасности. Ну и напомню, что ранее Ростуризм рекомендовал агентствам ограничить продажу путевок по турецким направлениям. Некоторые крупные операторы уже так и поступили. Мировые СМИ обсуждают инцидент в аэропорту Каира. По информации СНН, в воздушной гавани обнаружили подозрительный груз со взрывчаткой. Предположительно, ее собирались отправить в США. Эту деталь приводит уже газета «Аль-Ахрам». По ее сведениям, речь идет о двух коробках общим весом 20 килограммов. Доставкой занималась германская компания, одна из ведущих мировых почтовых служб. Путь посылок пролегал через Лондон. По утверждению журналистов, наличие взрывчатки показало рентген. Тем временем, сам почтовый оператор поспешил опровергнуть эти данные. По Франции, обвинения в пособничестве террористам предъявили хозяину квартиры в Сен-Дене, где проживали люди, причастные к атакам 13 ноября. Сам он настаивает, что ничего не знал о намерениях своих постояльцев. Не в курсе того, что террористы живут буквально под их носом, были и французские спецслужбы. Это признали в прокуратуре Парижа. Конспиративная квартира одного из ключевых организаторов теракта, Абдельхамида Абауда, располагалась всего в километре от места первых взрывов. Мало того, как показало расследование, во время эвакуации раненых из концертного зала Батаклан, Абауд возвращался на место преступления, не вызвав ни у кого подозрений. Теперь о ситуации в обесточенном Крыму. Сегодня обнародован новый график верных отключений. Предыдущий не устроил ни жителей, ни главу республики Сергея Аксенова. Это, напомню, привело накануне к отставке министра топлива и энергетики Крыма. Тем временем, спасатели наращивают группировку на полуострове. Все экстренные службы переведены на круглосуточный режим работы. В целях экономии электроэнергии с маршрута временно сняли троллейбусы. Вместо них выйдут автобусы. Также решено продлить каникулы в школах и детских садах до понедельника. На этом пока все. До встречи. Доброе утро. Наша передвижная телевизионная студия находится в центре столицы, на площади революции. С вами в прямом эфире Марина Ким. И Тимур Соловьев. В центре внимания остается трагедия в небе над Сирией, где был сбит наш самолет. И у нас в гостях политолог Михеев Сергей Александрович. Доброе утро, Сергей Александрович. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, вот по итогу. Был сбит наш самолет. Погиб летчик. Погиб морской пехотинец, который участвовал в поисково-спасательной операции. Похоже ли это все на спланированную операцию со стороны Турции? Да, конечно, это похоже на спланированную операцию. Первый признак ее тот, что наш самолет находился в воздушном пространстве Турции, если даже это правда, не более 9-10 секунд. Это означает, что самолеты ВВС Турции просто-напросто поджидали его. Они висели в воздухе, поджидая, когда он, может быть, черкнет по границе между Турцией и Сирией. И сразу же начали обстрел. Фактически это был чистый водорасстрел, не было никакого воздушного боя. Наши летчики не ожидали подобной атаки, потому что мы не ведем боевых действий с Турцией. Самолет работал по территории Сирии, а не по территории Турции. То есть, кроме всего прочего, все-таки координация действий была. Мы не только с американцами об этом разговаривали, но в принципе ставили в известности турецкие вооруженные силы. То есть, ощущение такое, что эти самолеты просто ждали команды нанести удар. Ждали, когда появится хотя бы минимальный повод для того, чтобы оправдать свои действия. И нанесли этот удар. Это, во-первых. Во-вторых, несомненно, мне кажется, эта провокация была приурочена к встрече Оланда и Обамы. В этот день Оланд встречался с Обамой. И чтобы создать подобный фон для обсуждения операции, я думаю, была создана эта провокация. И вообще, в этот день должны были начаться координации усилий российских и французских вооруженных сил для операции в Сирии. Мне кажется, турки просто спасают ИГИЛ. К сожалению, надо признать простую вещь. Турки спонсировали ИГИЛ. Туркам выгодна нестабильность в Сирии. Турки рассчитывали на свержение Асада и устранение собственного контроля. Поэтому, когда наши удары стали действительно разрушать ИГИЛ, они поняли, что это опасно и решили спасать его любыми способами, средствами в том числе вот такими. Это достаточно вероломная и открытая уже, так скажем, игра геополитическая. А вот реакция остальных стран вообще вас не удивляет на это всё? Ну, Турция член НАТО. Ну и, кстати говоря, это к вопросу о членах НАТО и о кандидатах в члены ЕС. Турция кандидат в члены ЕС. Мы вот с вами привыкли считать страны Запада условно цивилизованными и всё такое прочее. Вот посмотрите, что делает цивилизованная страна. Это член НАТО. Это ближайший союзник США в этом регионе. И, кстати, именно США первые подняли тему о необходимости бесполётной зоны над Сирией. И вот они, видимо, решили это предварять в жизни. Я имею в виду турок. То есть я думаю, что ситуация была такая. США, как Михаилу Саакашвили в своё время сказали туркам. Ну, давайте попробуйте, а там видно будет. У вас получится хорошо, так сказать, не получится. Все проблемы висят на вас. Но что касается стран НАТО, пока всё-таки официальной реакции Совета НАТО нет. Турция обратилась в НАТО. Официальной реакции такой, так сказать, чёткой пока нет. Но если судить по газетным заголовкам, НАТО раскололось. Например, французские газеты впрямую обвиняют Турцию в том, что она саботирует усилия по борьбе с ИГИЛом. Немецкие газеты тоже недоумевают по поводу того, что почему такая жёсткая реакция. На самом деле, никакого повода нет. Я напомню, что в советское время таких инцидентов было масса. Когда советский блок и блок НАТО стояли на грани постоянной войны. И подобных инцидентов было масса. Но никогда они не кончались вот таким обстрелом или, так сказать, уничтожением самолётов. Ну, а понятно, так сказать, все эти союзники из Восточной Европы, все они построились под известную дудку. Это им не впервой. А каковы перспективы теперь дальнейшие существования международной коалиции против терроризма? Ну, я думаю, что если кто-то рассчитывал на то, что военная операция в Сирии закончится таким образом, а мне кажется, расчёт был на это, они ошиблись. Военная операция в Сирии будет продолжена. Я думаю, что даже координация наших усилий с французами всё-таки будет иметь место. ИГИЛ будет подвергаться в дальнейшем ударам. Я думаю, что он будет всё-таки разгромлен, по крайней мере, на территории Сирии. Одновременно те, кто считал, что сейчас мы сорвёмся на какую-то сверхжёсткую реакцию, и им таким образом удастся спровоцировать нас на втягивание, более глубокое втягивание конфликта, тоже ошиблись. Ответ будет, но я думаю, он будет взвешенным. А вот какой, если можно, мы сегодня уже обсудили, что это, конечно же, туризм, крейсер наш там будет. Что ещё может быть в этом пакете? Во-первых, и это самое главное, то уже о чём я сказал. Турки хотят, чтобы мы прекратили операцию в Сирии. Вот эта ситуация на границе, она с чем связана? С тем, что турецкая армия контролирует сирийскую-турецкую границу, а именно через эту границу туда-сюда входят и боевики, и контрабанда нефти, и всё такое прочее. Так вот, я думаю, что надо продолжить операцию по тому, чтобы эта граница перешла под контроль сирийских вооружённых сил. То есть перекрыть туркам возможность поставки ИГИЛ, несмотря на то, как они там себе это видят. Это первое. Второе, я думаю, надо действовать дистанционными средствами, те, которые не могут подвергнуться нападению. Это, в первую очередь, крылатые ракеты и прочее. Что касается экономических проектов, да, они взаимовыгодные, но я думаю, что часть из них может быть свёрнута. По крайней мере, дипломатические отношения должны быть охлаждены. Кроме всего прочего, если Турция, так сказать, не захочет нормального разговора на эту тему, я думаю, что надо рассмотреть вопрос о вооружённой поддержке курдов на территории Сирии. Ведь турецкие самолёты постоянно нарушают воздушное пространство Сирии, и вообще никого не спрашивают, хотят, не хотят. Они никогда не нанесли ни одного удара по ИГИЛ, но постоянно бомбят курдов. Ну, кто знает, может быть, курдам надо помочь системами ПВО. Я считаю, что это вполне, так сказать, допустимая вещь. Ну что ж, вот такой вот комплекс мер. Спасибо большое, спасибо, что пришли сегодня к нам в гости и прояснили эту ситуацию. Это было мнение политолога Сергея Михеева. Ну, а мы с вами увидимся сразу после короткой рекламы.